То, что они оставляют все фекалии в подвале, и эти фекалии на весь дом расходятся запахом, остаются вот здесь вот залежами, а вода стекает по ростверку дома и создает проблемы для его основания, потому что свайное поле подмывается таким образом, это неправильно. Им об этом говорили. Заливает, как говорит Виктор, регулярно. И неприятный запах – это только полбеды. Вот вода, стекающая по перекрытиям, уже проблема. А управляющая компания, говорит Виктор, реагирует неправильно. Мол, можно после залития насосами слить воду в канализацию, а все отходы жизнедеятельности убрать через имеющийся проем. А заниматься этим коммунальщики, по словам жильцов, не спешат. Стоит свая, на свае ростверк. Этих свай по всему дому множество. Тут свайное поле. И получается, что вот когда наливается туда, отсюда вода сочится и выбивает, вымывает песок и грунт. Вот это вот вымыто, это вымыто канализациями. Почему канализация течет – вопрос отдельный. Есть тут, кстати, и вина самих жильцов. Постоянно находили и женские средства гигиены, и полотенца, в общем, смывают все подряд. Жильцы эти вопросы решают между собой. Проблема в другом, говорят, что после залития никто воду, мол, не откачивает. Но своих проблем дому, видимо, было мало. Поэтому соседям добавили еще. С дома 68 по улице 12-я линия выкачивают выгребную яму, протягивают шланг. Вот между забором вот этого дома и между сараем. И вся вода, не вода, вернее, а фекалии с выгребной ямы текут через детскую площадку дома 134-56 по Ленинского комсомола. И дальше вытекают к нам на парковочное место. Коричневыми ручьями дом уже фактически окружен. Но если с жалобой на соседей обратились в администрацию, то управляющую компанию пока, что называется, отметили карандашом. Регулярно звонят, спрашивают о ситуации. Попытка же нашей съемочной группы дозвониться до коммунальных кураторов этого дома по улице Ленинского комсомола закончилась ничем. После обеда инженера уже на месте нет. А больше разъяснить ситуацию, видимо, и некому. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.